Если вы ждете субботу, то суббота совсем скоро. Вернее, суббота здесь. Вы на канале Минская Правда. Меня зовут Марина Суббота. И в любой день недели для вас субъективный взгляд на объективные косяки. Не только белорусская позиция. Когда приходит весна, что мы писали в школьных сочинениях? Распускаются листочки и цветочки. Но март 24-го года заставляет уже не детей, а взрослых писать совершенно другие сочинения. Там тоже все распускается. В этой их Варшаве. Но еще распускается экстремистский телеканал Белсад. В самой Польше этого особо никто и не заметит, потому что поляки его никогда и не смотрели. В Беларуси, если заметят, то лишь новость о распущенности в любом смысле. Канал. Ибо для его зрителей канал это лишь пространичку на YouTube. А кто заметит, белорусы в Польше, для которых Белсад был и пока еще есть, но не будет каналом так любимое имя пропаганды? Интересные цифры последних недель, хотя интереснее их сравнение. Новость номер один. Бюджет медиахолдинга союзного государства составит миллиард российских рублей, что около 11 миллионов долларов. Открываем любой экстремистский ресурс и читаем о том, что 11 миллионов это, конечно же, якобы очень много. Караула вдирают как липку налогоплательщиков. Бегите, глупцы. Хотя медиахолдинг, на минуточку, это телепроизводство, газеты, еще одна газета и журнал. Для понимания, насколько это много, по цене это как один большой белаз и один маленький. Даже малюсенький, как, собственно, мнение Тихановской. Новость номер два. Бюджет, направленного на работу по Беларуси подразделения польского телеканала ТВП, а именно этими является Белсад, а не самостоятельным телеканалом, это фактически большой, но отдел, будет урезан вдвое. Было в прошлом году 74 миллиона польских злотых. В пересчете на доллары это около 19 миллионов, что практически вдвое больше, чем бюджет медиахолдинга союзного государства. В пересчете на белазы это два больших. Останется у них на пропаганду где-то один огромный, как само мнение Вечерка. 450 тонны белаз, около 10 миллионов долларов. Но, если открыть те же экстремистские ресурсы, то потерю половины, десяточки, там оценивается как катастрофа. Мол, организовать работу за всего 10 миллионов невозможно. Телевидение вообще говорит, что пока еще директор, пока еще Белсада, удовольствие очень дорогое, так что дайте, пожалуйста, еще денег. Итого, главное, зрители не запутайтесь. Если около 10 миллионов из бюджета союзного государства, то есть платят и Беларусь, и Россия в пропорции около 1 к 2, идет на создание с нуля холдинга из телеканала, двух газет и журнала, это очень много. Если те же 10 миллионов составляют финансирование белорусского отдела польского канала ТВП, это очень мало. Вопрос, почему миллионы получаются какими-то разными? Ответ, потому что гладиолусы. И вообще вы, лукашисты, ничего не понимаете, а даже если понимаете, то это не то и не так. С деньгами вообще у наших медиаврагов в целом как-то туго, опять же, во всех смыслах. И речь даже не о том, что около половины сотрудников Белсата, очевидно, будут уволены, а то и вовсе Белсат распустится, как листочек весной. И безработных, голодных и злых граждан в Польше станет еще больше. Проблема-то еще и с математикой у них, и с логикой. На Новый год беглые пытались сотворить сенсацию из утечки данных портала Белта. Любая утечка сама по себе неприятна, конечно, но вообще замысел их был в том, чтобы шокировать простых белорусов суммами, на которые жируют пропагандисты. Но все же, даже те цифры, которыми они оперируют, интересны для анализа. Возьмем за образец Владимира Матвеева, ветерана работы в Пуле, который без малого два десятка лет рассказывает обо всех встречах и поездках президента. Экстремисты шокируют нас следующей формулировкой. У Владимира, который еще и руководитель отдела политики, то есть на нем еще и ответственность за всех политических новостников Белта, цитата, «максимальная начисленная заработная плата в прошлом году составила 7 928 рублей». Много это? Немало. Разве что коллеги Владимира говорят, что он делает такой объем работы и так, что без него в президентском пуле будет очень сложно и куда менее качественно. Но давайте не о Матвееве, а о беглых формулировках. Что такое начисленная зарплата? Может, мы кого-то удивим, но в бухгалтерии не всегда начисленное – это то, что начислено на карточку. Открываем книжку бухгалтерии для чайников, читаем. Следует различать начисленную и подлежащую выплате зарплату, номинальную зарплату. Вторая величина рассчитывается и с первой – вычитанием суммы налогов к уплате. Для всех, кто не безработный тунеядец, вспоминаем, как выглядит ваш расчетный листок и две циферки в нем. Та, которая побольше – это заработок до выплаты налогов, которая поменьше – это то, что выдается на руки после вычета налогов. Профсоюзных взносов и другого. Итого. У нашего виртуального Матвеева зарплата после вычета налогов и профсоюзных взносов составит, считаем, 6 818 рублей. Много ли это? Немало. В долларах где-то 2000. Но за такие деньги на том же Белсате периодически мелькают в кадре только самые косые и кривые. Остальные просят ставку гораздо выше. Разве что Владимир, как специалист, как мы выяснили ранее, по уровню компетенции и опыта единственный по всей стране. Даже с государственной наградой человек и благодарностью от президента. А зарплату в те же 6 818 рублей в среднем в Беларуси получают айтишники, которых в стране как грязи, и это у них далеко не самые жирные времена. Или, например, если вы откроете трансляцию чемпионата страны по футболу и увидите там, как 22 человека лениво и не очень грациозно пинают мяч под взоры таких же 22 болельщиков, знайте, что среди них немало людей, зарабатывающих больше, чем Владимир. И в основном они на поле, а не на трибуне. И если вы все еще злитесь на эти 6 818 рублей, потому что у вас или меньше, или гораздо меньше, для начала мы верим, что вы будете стараться вкладывать все силы, обретать новые знания и компетенции, зарабатывать в месяц миллионы, а не ждать ровно и спокойно свою получку, злясь на ее размеры. А еще с начисленной зарплатой разобрались. Но что такое максимальная начисленная зарплата? Вот это не бухгалтерский термин, а это то, что придумали беглое, чтобы попытаться позлить людей, а у них ничего не вышло. В году, напомню, 12 месяцев. И как журналист скажу, что у нас зарплаты месяц от месяца могут очень сильно отличаться, потому что оклад у прессы мизерный, а основной доход зависит от гонорара. Больше напишешь, больше получишь. Лучше напишешь, получишь опять же больше. В условном феврале темы, как говорится, пошли, пришло и вдохновение, тебе на руки 2000 рублей. Молодец. В марте пришла весна, солнышко писать лень, статей в два раза меньше и... Настолько же падает гонорар, к выдаче остается тысяча. Все честно. Сколько поработал, столько заработал. Для экстремистов, если у них действительно была база по доходам сотрудников Белта, и конкретно того же Матвеева за 2023 год, не составило труда предъявить обществу среднюю зарплату Владимиру. Так было бы честнее, кажется. Но написали они о максимальной начисленной зарплате. И вы уже наверняка догадываетесь, почему. Если человек заработал за один месяц 6800, это не значит, что у него каждый месяц так. Где-то просто 6, где-то 5, где-то может и 4. Что было бы удивительно, учитывая, как густо вопрос на сайте Белта Матвеев выдает его фамилию. Средняя зарплата условного Владимира наверняка ниже, чем наибольшая, которую выбрали для своих адептов бегло. Может, это декабрьская зарплата, в которую выплатили прилично годовую премию, потому что политический отдел и его руководитель показали стабильный уровень все 365 дней. Может, Владимир несколько месяцев поначалу писал большой проект. В эфир он вышел, скажем, в августе, и уже в август. Зарплата оказалась нормально больше в сравнении со средней. А может, Матвеев в отпуск ушел. А вы же помните, какие красивые цифры у всех у нас в расчетных листках, в которых учтены отпускные? Вот эта цифра в полтора раза, а то и в два раза, превышающая вашу обычную зарплату, тоже ведь максимально начислена. А в целом, касаемо и сотрудников государственных СМИ, и вообще людей на государственной работе, этих беглых не понять. Если зарплата большая, значит, человек якобы продался режиму, прокорытник. Если зарплата маленькая, посмотрите на него, он служит режиму за копейки. Где у них цифра интересная? Та цифра, которая нормальная. Сколько надо-то беглые? Сколько бы ни было, все заработано честно. Что заработано нечестно в госсистеме? Государство спросит, и спросит строго. Экс-помощник президента и министр не дадутся врать. Кем бы ни был, как бы невысоко, найдут, отберут, накажут, посадят. А работать честно – это за имеющееся финансирование выжить максимум. И за 10 миллионов в Минске и Москва создадут приличный канал, две приличные газеты и даже журнал. А беглые в Польше за те же 10 миллионов создадут иллюзию телепроизводства. Никому не нужно. Кроме тех, кто 10 миллионов пилит. А мы будем пилить их. За жадность. Распустились они там. Во всех смыслах. Делай деньги. Делай деньги. А остальное все древний день.